Итак, начинаем итоговую пресс-конференцию, посвященную прошедшему матчу между командами Сильмаш-Новосибирск-Мурман-Мурманск. Первыми на наши вопросы отвечает главный тренер команды Мурман, Олег Валерьевич Батов. Олег Валерьевич, Вам слово, Ваше мнение о матче. Сильмаш с победой проиграли первый тайм из-за своих ошибок. В общем-то, как говорится, у нас эти ошибки из игру в игру. Если мы не нам соперник практически, я не знаю, ну может там сколько-то забивает, мы все головы практически сами себе привозим. Это ужасно. Из трех голов в первом тайме мы два сами себе привезли. Не могу не спросить, первый тайм, погодные условия отразились на... Да, конечно, это же, кто меньше ошибок допустит, тот и выигрывает по снегу. Это уже понятно, что там играешь верхом, и как можно меньше ошибок. У нас ошибки даже не такие, что нас как-то мы ошибались. Мы мяч отдавали сопернику с этой штурной площадки. Мы просто отдавали своим, причем пас отдаем. Про то, что мы уже говорим, я не знаю сколько, мы все равно это делаем. Нам так не выиграть. У нас пока не суперкоманда в данный момент, что мы там пропустили 6 из 5, и забили 7 на один мяч больше. Мы тяжело забиваем голы, никто не спорит с этим. Но сами себе голы забивать, как можно выиграть, если даже соперник практически ничего, по большому счету, не создал. Один гол собили нам с игры. Рязанцев пятый. Все остальное у нас угловой залетел между ног, еле-еле. И второй, третий гол мы сами себе привезли. Все. Вопросов нет. У меня еще один вопрос. За счет чего удалось вернуться в игру, вот так вот активизироваться последние 20 минут? Это вера в собственные силы, или вы что-то подсказали своей команде? Что произошло? Поздно возвращаться за 20 минут в игру. Очень поздно, при чемпионате 5-1 возвращаться, надо при чемпионате 0-0 в игру возвращаться. И не делать вот этих ошибок. То, что вернули, знаете, можно сказать, это и хорошо, наверное. Хотя счет-то 4-5 мы проиграли, поэтому, знаете, поздно возвращаться. Как говорят, поздно бить боржуми. Вот это вот, как раз это случай и есть в данной ситуации. Спасибо. Олег Валерьевич, вопрос такой, чуть-чуть не о хоккее. У вас и у Алексея Владимировича Жеребкова и спектр на матча сегодняшний день рождения завтра. Вместе отмечать будете? Да нет, мы завтра уезжаем. Да и не отмечание, если честно. Подарок вот хороший преподнесли. Спасибо ребятам, что могу сказать, наверное, на это все. Но нет, понятно, что тут держение ни при чем, скажем так. Отмечать вместе не получится у каждого свои дела. Мы домой поедем, готовиться к матчу. Ребята тоже, я понимаю, насколько на выезд поедут скоро. Инспектор тоже полетит домой. Так что, или куда он там, я не знаю, куда он там летит домой. В общем, повод незначительный. Вообще нет, пока повода вообще нет никакого. Поэтому, так что так. Спасибо. Спасибо. Итак, в порядке очереди, слово команде тренеров, точнее команды хозяев, Алексей Владимирович Жеребков, главный тренер команды Сильмаш. Алексей Владимирович, поделитесь, на ваш взгляд, что получилось в этой игре, что не получилось. Ну, наверное, прежде всего, в концовке матча. В концовке матча не получилось? Это я уже от себя, да, добавил. Или получилось? Ваше мнение, в общем, о матче. Ладно. Скажу так, по матчу два разных тайма. Первый тайм – снег. Много игры вверхом, много борьбы. Мы в этом, скажу так, преуспели, были удачливей. Реализовали свои моменты, где-то заставляли соперника ошибаться. И за счет этих ошибок соперника, я думаю, три мяча забили. И в обороне, скажу тоже, мы играли не без ошибок, но, ребята, скажу так, свои же ошибки исправляли. Второй тайм – четвертый мяч забили. Где-то раскрепостились немножко. Были моменты, которые не доиграли, которые нужно было доводить до логического завершения. Хотя, скажу, там и вратарь хорошо сыграл. В момент Убийценко у Никиты был, здорово все сделал правильно. Ну, там, сейф вратаря. И потом первый мяч, который мы пропустили, конечно, это ни в какие ворота не лезет. Когда игрок один, нас шесть человек, и мы все, так сказать, группа сопровождения. 1-4, потом пятый гол хорошо забили. Матвей с Пашей разыграли, да, в контратаку. Что можно было делать и раньше, какие моменты были, но мы их не доигрывали. И потом, получается, угловой. Потом этот верховой мяч. Не знаю, был, не была игра верхом. Но факт в том, что мы где-то немножко растерялись. И, получается, соперник дали ему дополнительные, так сказать, эмоции положительные. Но молодцы, что дотерпели. И в концовке тоже ребята в обороне, я скажу так, сыграли организованно, со страховкой. Более-менее надежно. Алексей Владимирович, заключительная игра домашнего чемпионата. Вот в голове это вот держали вы и команда, что все-таки необходимо как-то, ну и болельщиков порадовать. И громко хлопнуть дверью. То есть, ну, домашняя игра, она заключительная. Мы говорили про это на установке, то, что заключительный матч, здесь нужно показать, что мы можем, умеем играть в хоккей. Скажу так, вот я говорю, при 5-1, при 4-0, свои моменты нужно было доигрывать. И не доводить до такой валидольной концовки. Ну, это хоккей. У вас была уверенность при счете 4-0, 5-1, что команда вот так безболезненно доведет матч до конца? И все-таки предчувствия, может быть, какие? Не, мы хотели это, мы пытались это сделать, но я говорю, вот эти вот ошибки, которые, если до этого мы их исправляли, то когда вот эти голы получали, мы их не могли исправить. У нас не получалось это сделать, да. И то, что те же добивания с угла, там одно, второе, третье, мы, мяч у нас в штрафной метался, мы не могли хладнокровно, спокойно, да, как-то разрядить эту обстановку. Вопрос лично вам, вот как тренеру, то есть, вернее, как человеку, который вот непосредственно в гуще событий, вот такая концовка, она тяжело дается для здоровья, вообще для, вот в плане восприятия. Ну, это ж валидольный конец, на самом деле, концовка. Ну, нет, ну, это же спорт, это хоккей, здесь, этим, может, он и прекрасен, да, что непредсказуемость. Ну, конечно, хотелось бы уверенно закончить этот матч, но получилось, как получилось. В любом случае, с победой, ребята, да, где-то не хватает мастерства, где-то не хватает опыта, но здесь они молодцы сегодня, они выиграли этот матч. В преддверии вашего дня рождения. Ну. Спасибо. Спасибо. Спасибо.